Начиная с конца весны, один за другим могучие исполины стали пребывать на территорию городского парка. Сегодня здесь 42 древних камня великана весом от 100 килограммов до 26 тонн. Эти валуны – гости из далёкой Скандинавии, которые были принесены к нам леднюком более 150 тысяч лет назад. История создания нашего Брестского парка валунов уходит корнями в 90-е годы прошлого столетия. Инициатором создания парка был мой отец, профессор Альберт Александрович Багдасаров. К сожалению, в то время эта идея не получила своего логического завершения. И вот спустя несколько десятилетий, буквально полгода назад, мы вернулись к ней, предложили её руководству города. Эта идея была воспринята, воспринята очень конструктивно и обрела своё воплощение буквально месяц тому назад. Вдохновлялись при создании мы идеи парка валунов, который, как известно, наверное, многим нашим зрителям, имеется в Белоруссии, в Минске, в микрорайоне Уручья. Самое важное для создателей Брестского парка валунов – то, что сегодня он стал ещё одной локацией, куда приходят специально, чтобы прогуляться, отдохнуть с семьёй, друзьями. А самые находчивые нашли даже оригинальный способ выздоровления. Ведь хождение босиком по камням и коре очень благотворно влияет на организм. Это всё часть городской территории, которая сегодня ожила и приобрела совершенно иной вид. Сегодня мы видим, вот проходят соревнования, здесь уже отдыхают возле этих камушков, сидят люди. Значит, кто-то утреннюю пробежку, кто-то на велосипеде проезжает. То есть это всё сегодня входит органично в жизнь города. Вообще благоустройство данного участка, он связан ещё с такой темой, как экология. Поэтому мы старались использовать материалы, вторичное использование, вот те же борты, если мы посмотрим. Это бывшие гранитные борты, которые укладывались вдоль улиц наших. Натуральный камень, натуральное дерево, натуральный гранит. Как вы относитесь к комментариям брещан, которые появились в медиапространстве относительно концепции и наличия вот этих вот оголённых стволов? Я бы сказала, что в нашем обществе было бы очень хорошо, если бы мы культурно просвещали людей, проводили такую просветительскую деятельность. Данный объект, он как раз и задумывался с одной из целей таких задач, это культурно просвещать людей о том, что наши пространства могут быть немного иные, не такие, к которым мы привыкли. И, конечно же, когда у нас пространство в городе появляется такой объект, который людям непривычен, это, естественно, вызывает много эмоций. Но я считаю, что хорош тот объект, который, в принципе, вызывает эмоции. У кого-то они вау, у кого-то они что это такое, кто-то может скажет фу, это нормально. И я была к этому готова. Поэтому я очень надеюсь, что та информация, которую мы закладывали на наших информационных стендах, на нашем сайте у парки Волунов, она поможет людям посмотреть под другим углом на данный объект. Плюс ко всему я еще отмечу такой момент, что стволы, они не стационарны, у нас объект не законсервирован, он у нас, как ребеночек, растет и развивается. И поэтому стволы со временем будут изыматься, такова была наша изначальная идея и задумка. И на их место будут высаживаться новые растения, новые деревья. Ну и по задумке, так как это сосновый лес или хвойный лес, там будут высажены хвойные растения. Но далеко не для всех концепция парка Волунов осталась загадкой. Например, туристам из Москвы объяснять ничего не пришлось. Она показалась им не только близкой и очевидной, но и очень полезной. Вот это вот все, сначала гибель, потом возрождение, и так всегда, и круговорот вот этого в природе, всегда будет именно так. И здесь, наверное, именно это и хотели сказать. То есть вы считаете, что это органично? Конечно. Не всякое сомнение, что это очень органично. Но и там очень красивое продолжение. Там как раз продолжение о жизни. Там живые-то поля уже стоят. То есть здесь продолжение, а потом возрождение. А в сомн-парке это, наверное, самый интересный объект, самый нам близкий. Такая очень современная инсталляция. Кроме того, каждый может почерпнуть новую интересную информацию, отсканировав QR-коды на Волунах. Ну а полную версию сюжета вы сможете увидеть на нашем канале уже в субботнем итоговом выпуске. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Вы считаете, это «Бук-ТВ». Продолжение следует...